Добрый день, в эфире выпуск новостей в студии Ирина Варсан. Память жертв сталинских депортаций почтили сегодня в связи с 74-й годовщиной со дня второй волны депортации из Молдовы. Политики и родственники жертв депортации возложили цветы и почтили минутой молчания тех, кто не вернулся домой. Память депортированных погибших на чужих землях, но которые останутся в наших сердцах, просим почтить минутой молчания. Почтим, что мы ждем, что мы ждем, что мы ждем. Куледжире. В Тюмень, Курган и Хабаровск были депортированы более 35 тысяч человек. В начале 60-х годов около 80% депортированных вернулись в Молдову. Преобразование миротворческой миссии в Приднестровском регионе невозможно до полного урегулирования конфликта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Террасполя. По мнению министра региона, ОБСЕ предлагает заменить механизм, который на протяжении многих лет успешно справлялся с поставленными задачами, на формат уже однажды доказавший свою беспомощность перед лицом угрозы вспышки насилия. Реакция последовала после того, как Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обратилась с предложением о преобразовании миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую миссию. Молдавские власти, а также посольства Российской Федерации в Молдове пока никак не отреагировали на это заявление. Процедура репатриации тела Рустама Ашурова, который застрелил в Кишиневском аэропорту двух граждан Молдовы, не начата, несмотря на появившуюся информацию в молдавских СМИ со ссылкой на посольство Таджикистана в Киеве о том, что его родственники скоро прибудут в Молдову для перевозки тела стрелка на родину. Никакого официального запроса на этот счет не поступало. Это подтвердили в комментарии для нашего телеканала представители МИДЭИ, а также генпрокуратуры. Мы попытались связаться с посольством Таджикистана с резиденцией в Киеве по номеру телефона, указанному на официальном сайте депмиссии, чтобы получить ответы на следующие вопросы. Был ли сделан запрос молдавским властям об оказании помощи в репатриации тела Ашурова? Если нет, то когда будет сделан? Действительно ли его родственники в ближайшее время прибудут в Молдову и какова процедура? Однако на наши звонки в посольство никто не ответил. Представитель пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров сообщил в телефонном разговоре с журналистом нашего телеканала, что в МИДЭИ не поступал запрос со стороны посольства Таджикистана об оказании помощи в репатриации тела Рустама Ашурова на родину. И более того, этот вопрос не входит в компетенцию Министерства иностранных дел. Не было никакого запроса ни со стороны посольства Таджикистана в Киеве, ни со стороны посольства Таджикистана в Москве, поскольку их консульство находится в Москве, о репатриации тела. Не было подобного официального запроса. Мы сегодня говорили с посольством. Они действительно подтвердили, что, возможно, тело будет репатриировано. Однако нет окончательного подтверждения и нет официального запроса со стороны таджикских властей. Позже эта информация была представлена и в официальном заявлении ведомства. В связи с многочисленными обращениями со стороны национальных СМИ по поводу репатриации тела гражданина Таджикистана, МИДЭИ выступает со следующими уточнениями. Репатриация тел иностранных граждан не входит в компетенцию Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Как правило, родственники умершего обращаются в компанию похоронных услуг, специализирующуюся в репатриации тел умерших, оказывающую помощь в осуществлении необходимых процедур. По имеющейся информации, родственники умершего уже инициировали необходимые процедуры при помощи представителей таджикской диаспоры в Кишиневе, говорится в заявлении. Пресс-служба Генеральной прокуратуры в комментарии для Резон ТВ заявила, что запрос от посольства Таджикистана о содействии в репатриации тела Рустама Ашурова к настоящему времени в ведомство не поступал. Напомним, одно из двух уголовных дел, возбужденных после двойного убийства, произошедшего 30 июня в Международном аэропорту Кишинева, закрыто в связи со смертью обвиняемого, гражданина Таджикистана Рустама Ашурова. 3 июля Ашуров скончался в больнице от ран, полученных при его задержании. Информацию о прекращении уголовного дела ранее подтвердил для Резон ТВ временно исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну. Что касается следственных мероприятий, инициированных по факту двойного убийства, муниципальная прокуратура Кишинева продолжает их проводить, в том числе баллистическую и судебно-медицинскую экспертизу. Полученные материалы изучаются, одновременно происходит сбор новых улик для объективного расследования всех обстоятельств. Кроме того, проводится расследование по делу о действиях лиц, ответственных за обеспечение безопасности в международном аэропорту Кишинева, уточнил Гайтур. По данным генеральной прокуратуры Таджикистана, 43-летний Рустам Ашуров причастен к похищению первого вице-президента одного из банков в Таджикистане и находился в розыске. Он прибыл в Молдову через Турцию с намерением скрыться в странах Евросоюза. Ашурову было отказано во въезде в Молдову, и когда его припровождали в нейтральную зону для возвращения в Турцию, он выхватил пистолет у пограничника и застрелил его и сотрудника службы безопасности аэропорта. Как сообщила 30 июня пограничная полиция, после применения оружия иностранный гражданин забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Позднее злоумышленник был нейтрализован прибывшим на место спецподразделением «Фулджер». 4 июня в Молдове был объявлен день траура в память по погибшим в Кишиневском аэропорту. В Международном аэропорту Кишинева усилены меры безопасности. Эту информацию подтвердила глава МВД Анна Ревенко. На возросшую численность пограничников и вооруженных сотрудников правоохранительных органов обратили внимание и пассажиры. По словам некоторых из них, это позволяет им чувствовать себя более защищенными. Другие считают, что необходимо повышать уровень подготовки, а не увеличивать количество охраны. Что касается расследования действий ответственных структур в день трагедии, первый отчет об этом, как заверил премьер Дарин Ричан, будет представлен до конца этой недели. Подробнее в нашем сюжете. Как заявила министр внутренних дел Анна Ревенко, меры безопасности в Международном аэропорту Кишинева были усилены сразу же после трагического инцидента со стрельбой, когда погибли пограничники, сотрудник службы охраны. Такие же шаги, по словам Ревенко, предприняты во всех пограничных пунктах пропуска. Были добавлены дополнительные патрули, учреждены дополнительные должности специалистов сил специального назначения. Ужесточены меры по анализу рисков с точки зрения задействованного персонала. Кроме того, как сообщила Анна Ревенко, с 3 июля в аэропорту начата спецпроверка всех служб с целью выяснения уровня подготовки и квалификации. При этом на вопрос журналиста нашего телеканала, кто понесет ответственность за произошедшее в аэропорту, министр заявила, что пока не может ответить. Я повторю информацию, которую уже предоставила. Расследование уже ведется. Правоохранительные органы, компетентные органы уже проинформировали общественности, журналистов о том, что расследование ведется. У меня есть полная уверенность, что после его завершения эта информация будет обнародована, в том числе в отношении лиц, действия которых способствовали возникновению этой трагедии. В свою очередь, в ходе заседания правительства, премьер-министр Дарин Ричан заявил, что полиция и прокуратура продолжают устанавливать все обстоятельства, связанные с инцидентом в аэропорту. И результаты будут представлены в ближайшее время. Я прошу, чтобы к концу недели, как мы договорились, у нас был подробный отчет об оценке мер безопасности, и чтобы Национальный комитет по авиационной безопасности выступил с предложениями по их корректировке. Мнение пассажиров по поводу ужесточения мер безопасности в международном аэропорту Кишинево разделились. Многие считают усиление охраны оправданным. То, что усилили меры безопасности, конечно, если начинается стрельба, значит, надо усиливать меры безопасности. Я так думаю. Вас успокаивает то, что они с большим количеством оружия? Конечно. А что так, как было, лучше? Я не знаю. Нет. Так устраивает, конечно. Для безопасности пассажиров, я считаю, это правильно. Пассажиры превыше всего. Безопасность усиливает, конечно. Если человек будет видеть, что его охраняют, то он будет тянуться сюда. А если человек знает, что здесь не будет охранять, соответственно, он не будет сюда приезжать. Более безопасно, чтобы дали оружие. Чтобы как-нибудь хоть со стороны можно его, кого-то остановить. Другие пассажиры, с которыми мы побеседовали, утверждают, что упор нужно делать на подготовке сотрудников полиции, а не на увеличении штата. Смотря какая выучка у них. Если обвешать бронежилетным столб и оружием, так это не поможет. Но если они должны тренироваться вначале, а потом получить уже... Я так думаю. Я думаю, что наше правительство примет меры. И будут сюда отправлять люди подготовленные. Напомним, 30 июня гражданин Таджикистана открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинева после того, как ему было отказано во въезде в нашу страну. В ходе перестрелки погиб сотрудник пограничной полиции Сергей Мунтяну и сотрудник службы безопасности аэропорта Игорь Чоффу. Пассажиры были эвакуированы из здания, вылеты отложены. Позднее злоумышленник был нейтрализован прибывшим на место спецподразделением «Фулджер». При задержании он был тяжело ранен, а 3 июля скончался в больнице. 31 августа – крайний срок для обращения за компенсациями до 10 тысяч леев, обещанных Министерством экономического развития розничным торговцам, которые переходят на другую форму деятельности после отмены предпринимательского патента с 1 июля. Цитата. «Мы не можем держать деньги на счете бесконечно, если средства не будут востребованы до 31 августа, мы перераспределим их на другие направления», – написал министр Дмитрий Алайба на своей странице в Facebook. Он также добавил, что финансовую поддержку для покрытия расходов на улучшение условий труда можно запросить в организации по развитию предпринимательства. Отметим, что с 1 июля предприниматели не могут работать по патентам и должны перейти на другую форму деятельности с кассовыми аппаратами. Патентообладатели недовольны этим решением и требуют его отмены в ходе проводимых протестов. Однако министр экономического развития Дмитрий Алайба призывает протестующих подчиниться новым правилам. Согласно официальным данным, в Республике Молдова примерно 4 тысячи патентообладателей. Данный вид коммерческой деятельности планировалось отменить 1 января, но срок его действия был продлен на полгода. Продолжение следует... Остальные платежи. Председатель Ассоциации дорожных строителей Молдовы сообщил для Инфотак, что несмотря на то, что рабочие завершили в срок заказанные властями работы, деньги за ремонт еще не поступили. Мы всячески мотивировали рабочих трудиться в выходные дни, работали в две смены, снимали из других объектов технику, лишь бы уложиться в срок. За выполненные работы на участке дороги к силу Бульбуака я заплатил 5 миллионов леев в виде налогов, хотя заказчик государства с компанией не рассчиталось до сих пор. И каждый день в министерстве нас кормят пустыми обещаниями, что завтра обязательно поступят деньги, заявил Борис Герасим. При этом он пояснил, что только на этом объекте долги государства перед несколькими компаниями составляют от 30 до 45 миллионов леев. Пресс-секретарь Министерства финансов сообщила нашему телеканалу, что выплаты будут сделаны, поскольку мы находимся в начале месяца, сейчас, согласно законодательству, оплачиваются первоочередные расходы, то есть социальные. Позже будут произведены и другие платежи, написала нам Кристина Николаев. Напомним, саммит Европейского политического сообщества прошел 1 июня в коммуне Бульбуака Новоаненского района. Около 50 глав государств, премьер-министров и высокопоставленных европейских представителей прибыли в нашу страну, чтобы обсудить вопросы мира, безопасности, энергетики и связи. Власти отремонтировали дорогу от Кишинева до места назначения, а также местную железнодорожную станцию. Примар Бульбуаки Ион Берзой сообщил нашему телеканалу, что перед саммитом из госбюджета было выделено 6,5 миллионов леев на ремонт и развитие инфраструктуры села. А из местного бюджета было израсходовано около 600 тысяч леев для обустройства населенного пункта. 8 700 выпускников в этом году будут приняты в высшие учебные заведения страны на бюджетные места. Также, согласно принятому постановлению правительства, в 2023-2024 учебном году в университетах Молдовы появятся три новые специальности. Наука о данных, цифровые технологии в производстве, а также агробизнес и развитие сельской местности. Больше всего бюджетных мест выделено на педагогические специальности. Загласно плану приема высшие учебные заведения страны, утвержденному правительством, в новом учебном году число бюджетных мест будет на 32 меньше, чем в прошлом году. Утверждено 8 700 бюджетных мест, из них 5 307 для бакалавриата и интегрированного обучения, и 2864 для магистратуры. Для резидентуры и ординатуры утверждено 427 мест. Больше всего бюджетных мест выделено на стратегические направления педагогика, инженерия, информационные технологии и медицина. Так, из общего количества бюджетных мест на бакалавриат и магистратуру, каждая четвертая предоставлена по направлению образовательной науки. Всего 2079 мест. Еще 1654 места выделены для поступающих, которые решили изучать инженерные науки, производственные технологии, архитектуру и строительство. Для информационных и коммуникационных технологий предусмотрено 904 бюджетных места. Для медицинских специальностей 937 мест в резидентуре и ординатуре. 276 бюджетных мест будут выделены на такие направления, как сельскохозяйственные науки, ветеринарии и науки об окружающей среде. Еще 2854 бюджетных места распределены по другим направлениям. В 2023-2024 учебном году в университетах Молдовы появятся и три новые специальности – наука о данных, цифровые технологии в производстве, агробизнес и развитие сельской местности. Прием в высшие учебные заведения страны осуществляется по конкурсу на основе диплома бакалавра, диплома профессионального образования или другого равноценного документа об образовании в соответствии с общими правилами, установленными Министерством просвещения. Значительная часть Румынии продолжает сталкиваться с наводнениями. Дожди с грозами нанесли серьезный ущерб. Гидрологи объявили оранжевые и желтые коды наводнений в 26 уездах. В некоторых регионах страны всего за несколько часов выпала месячная норма осадков. Затоплены десятки хозяйств, домов и дорог. По сообщению телеканала «Антенна-3 СНН» в селе Лития уезда Клуш пожарные откачали воду из дворов, пострадали также дома и огороды. Через пять минут после того, как вода начала поступать, двор залило почти до дома. И вода шла, потому что река Валя вышла из берегов. Подтоплен гараж, сарай, где трава, тюки, курятник, терраса, где плитка уже вся шевелится. С детской площадки смыло игрушки. Нам удалось вывезти машины на дорогу. Дождь шел 10-15 минут и затопил дома. Река Валя выходит из берегов. Пострадали диван, кресло, все разрушено. Вот это мебель. В уезде Бакао также нанесен серьезный ущерб. Затоплены около 30 хозяйств. Дорога выше двора. У меня вода унесла кое-какие инструменты. А у бедной соседки вода залила дом на 100%. Я прибирался перед воротами и внес внутрь инструменты. И со мной были здешние дети, которые мне иногда помогают. Ушли минут на 15-20. Не знаю, сколько прошло. Я сидел на крыльце вот этого дома, и подруга сказала мне, что двор залит водой. Всего три недели спустя после предыдущего наводнения жители коммуны Быклиш из Мехединц пережили очередное суровое ненастье. В течение одного часа стихия разрушила их хозяйство и унесла домашних животных. Это опасно. Смотрите на это. Это уже третий раз. Вода была очень высокой, где-то 40-50 сантиметров в доме. А внизу, где свиньи, птица, было больше полутора метра. Птицу унесло? Да, унесло. Ничего, ничего не поделаешь. В Сучаве за час дождя дорога стала непроходимой. Вода хлынула во дворы. Из-за сильного ветра в уезде горш на дорогу упало дерево. А в Караш-Северине водой смыло автомобиль. Правительства многих стран мира должны подготовиться к более экстремальным климатическим условиям и рекордным температурам в ближайшие месяцы. Об этом предупреждает Всемирная метеорологическая организация, согласно которой природное явление под названием Эль-Ниньо сильно повлияет на погоду по всему земному шару, в результате чего могут пострадать миллиарды людей. Когда это может произойти, смотрите в нашем сюжете. По оценкам Всемирной метеорологической организации есть 60-процентная вероятность развития Эль-Ниньо погодного явления, обычно связанного с повышением температуры, к концу июля и 80-процентная вероятность к концу сентября. По словам генерального секретаря ВМО Петери Тааласа, наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность преодоления температурных рекордов и спровоцирует более экстремальную жару во многих частях мира и в регионах океана. Объявление ВМО о наступлении Эль-Ниньо – это сигнал для правительств всего мира о необходимости мобилизовать подготовительные мероприятия для ограничения воздействия на наше здоровье, наши экосистемы и экономику, сказал Таалас. Он подчеркнул, что заблаговременные предупреждения и упреждающие действия в случае экстремальных погодных явлений, связанных с этим крупным климатическим явлением, жизненно важны для спасения жизни и средств к существованию. По данным Всемирной метеорологической организации, последние три года были одними из самых жарких за всю историю наблюдений, говорят эксперты, согласно которым очень сильное Эль-Ниньо и антропогенное потепление в результате сжигания ископаемого топлива привело к тому, что 2016 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Но в условиях нынешнего Эль-Ниньо, возможно, будет побит рекорд 2016 года, предупредила в мае организация, добавив, что есть 90-процентная вероятность того, что Эль-Ниньо продолжится во второй половине 2023 года с умеренной силой. ВМО отмечает, что влияние Эль-Ниньо на глобальные температуры обычно проявляется в течение года после его развития, поэтому, вероятно, наиболее заметным оно будет в 2024 году. Эль-Ниньо возникает в среднем один раз за период от 2 до 7 лет, и его эпизоды обычно длятся от 9 до 12 месяцев. Это климатический режим естественного происхождения, связанный с повышением температуры водной поверхности в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. Вместе с тем, ВМО подчеркивает, что это происходит в контексте климатических изменений, вызванных деятельностью человека. Явления Эль-Ниньо обычно связаны с увеличением количества осадков в южной части Южной Америки, на юге США, на Африканском Роге и в Центральной Азии. Кроме того, Эль-Ниньо может вызвать сильную засуху в Австралии, Индонезии, некоторых районах Южной Азии, Центральной Америки и северной части Южной Америки. Во время бареального лета теплая из-за Эль-Ниньо вода может подпитывать ураганы в центральной и восточной частях Тихого океана и в то же время препятствовать образованию ураганов в Атлантическом бассейне. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Не пропустите в 20.45 вечерние новости на нашем телеканале. До встречи в эфире.